Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Реки меняют русла, животные застревают в трясине, рыбу собирают ведрами. В край продолжается борьба с разгулом талых вод. Плюс 50 рублей к цене. Барнаульцы жалуются на подорожание бутилированной воды. Задача номер один – сохранить влагу. Алтайские аграрии открыли новый полевой сезон. Паводковая обстановка в крае постепенно улучшается, но в отдельных районах остается сложное. Прежде всего, речь идет о Волчихинском, Немецком, Национальном, Хабарском и Михайловском районах. Всего на сегодняшний день подтопленными остаются 150 жилых домов и свыше 450 приусадебных участков. Подробности в сюжете Валентины Аскеровой. Земля настолько пропиталась водой, что корову увязли в поле. На помощь буренкам в Волчихинском районе пришли неравнодушные бойцы пожарно-спасательной части. А это кадры из села Солоновка Волчихинского района. Спасатели обходят подтопленные дома и помогают жителям спасти имущество. На сегодняшний день талая вода зашла почти в 30 домов. А вон еще люди голодающие у нас. Ой, бедная рыбка, что творится. Таковы последствия паводка в Романовском районе. Разлившаяся вода из озера ушла, рыба осталась. Местным жителям удочки не понадобились. Рыбу собирали руками. В Красногорском районе река Бея поменяла русло из-за ледяного затора и подтопила улицы села Саусканиха. Специалисты стали активно взрывать лед, чтобы пропустить воду и избежать дальнейшего наводнения. Для разрушения ледяного затора они дважды загружали взрывчатку на борт вертолета весом по 800 килограммов. По данным синоптиков, на реке Жилихо в Первомайском районе продолжает прибывать вода. Возможно, подтопление прибрежных территорий. Непростая ситуация сейчас в Паловском районе. В реке Космола происходит подъем воды. Угрозы подтопления приусадебных участков и домов нет. Отметим, на сегодняшний день талые воды подтопили 142 жилых дома и 453 приусадебных участка. На контроле остается ситуация в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском, Немецком, Национальном и некоторых других районах. Постепенно паводковая ситуация в регионе улучшается. Если на прошлой неделе в Алтайском крае была самая сложная ситуация, то сегодня антирейтинг возглавляет Оренбургская область. Там затоплено множество территорий и город Орск, можно сказать, ушел под воду. Валентина Аскерова, День с толком. Несколько квартир в двухэтажном доме в центре Бурнаула подтопило талыми водами. Спасатели неоднократно откачивали воду. Некоторым людям пришлось даже временно съехать на другое жилье. Почему подтопления возможны в центре города и положена ли таким подтопленцам компенсация, знает Данил Кузнецов. Большая вода, а точнее талая, в этом году принесла немало проблем не только жителям сельских населенных пунктов, но и городов. К примеру, в самом центре Бурнаула затопило дом по адресу Короленко 121. Жители говорят, здание стоит в низине и весной его регулярно подтапливает. Но не так серьезно, как на этот раз. Некоторым пришлось даже временно покинуть жилье. Раньше, говорят люди, еще как-то спасали ливневки. Но вскоре их убрали из-за новостройки, что недавно выросло рядом. В итоге вода по улице стала стекаться к старому дому и застаиваться. На днях первый этаж полностью уходил под воду. И это при том, что ее здесь всю прошлую неделю регулярно откачивали. Все равно звоним же, приезжают, откачивают. А как часто вообще приезжают, откачивают? Один раз? Не, ну в этом году чаще. Ну, то два раза в неделю, три. Ну, приезжают. Вчера откачивали, позавчера откачивали. Люди говорят, что ущерб отталых вод больно ударит по карману. В квартирах нужно будет делать ремонт, менять двери. И им, как пострадавшим, не помешала бы компенсация. Но выясняется, что городским подтопленцам такая не положена. На выплаты вправе рассчитывать лишь те граждане, что проживают на территориях, которые официально отнесли к зоне ЧАЭС. Барнаул в список не попал. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А между тем, барнаульцы жалуются на подорожание бутилированной воды в магазинах. По словам горожан, стоимость пятилитровой бутылки выросла в среднем на 50 рублей. Очередной рост цен в магазинах и многочисленные возмущения барнаульцев. На этот раз люди жалуются на подскочившие резко цены на питьевую бутилированную воду. То, что вода подорожала, подорожала. 50 рублей это в среднем, я так думаю, что да, есть такое. Но я имею в виду на пятилитровую, конечно, тару. Серебряный ключ, она вообще зашкаливает. Она и 250 может стоить, и 270 рублей может стоить. Очень хочется, чтобы, конечно, в этот сложный период времени, ну, как-то, наверное, и нам навстречу, и не наживались на людях. Такой тяжелой, вот, просто жизненной ситуации. Напомним, накануне на фоне паводка и возросшего спроса на воду в пятилитровках возник ее дефицит. Люди быстро раскупают бутилированную воду, так как опасаются использовать воду из-под крана, из-за ее цвета и запаха. Вода безобразная. Темная, вонючая, пенистая. Вот шапочка вот этой пены при наливании, она вся шипит, вся пузырится, запах болотный. Вот остается нам покупать только бутилированную воду. К 10 часам утра вот этой бутилированной воды уже нету в магазинах. Просто нету. К вечеру остается только газированная вода. Между тем, администрация города взяла на контроль ситуацию с наличием бутилированной воды в торговых сетях и проработала вопрос по увеличению объемов поставок. Крупные торговые сети увеличили объемы поставок бутилированной воды объемом 5 литров в 3-5 раз. Поставки воды в торговые сети осуществляются через распределительные центры из города Новосибирска ежедневно. Кроме того, еще одна сеть проводит мониторинг запасов воды в магазинах и оперативно осуществляет поставку воды со склада из города Новоалтайска. На складе вода имеется в достаточном количестве. По словам руководителя комитета, сотрудники администрации ежедневно ведут мониторинг по наличию питьевой воды в магазинах города. Так накануне проверили свыше 50 точек. Как показала ревизия, вода объемом 5 литров имеется не во всех магазинах. Что касается цен на воду, то пока о каких-либо проверках в нашем регионе неизвестно. В то время как в других регионах, пострадавших от паводков, в частности в Оренбургской области, такие рейды проводят. Юлия Щепина, День с толком. К другим темам. Еще один пролет смонтировали на развязке на Зминогорском тракте. Речь идет об участке между второй и третьей опорами, сообщает Краевой Минтранс. Конструкция проходит над проезжей частью и соединяет пролеты со стороны ленточного бора и Зминогорского тракта. Всего путепровод будет состоять из шести пролетов. Добавим, развязка является важным транспортным узлом, который должен обеспечить не только беспрепятственное сообщение центра Барнаула с его промышленной зоной, но и значительно разгрузить высокий трафик больших грузов. Бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева оставили в СИЗО до лета. Такое решение озвучили сегодня в индустриальном районном суде Барнаула. На заседании следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения в отношении Шеломенцева. Прокурор требования поддержал, адвокат экс-чиновника просил судью о более мягкой санкции, о подписке о невыезде, либо о домашнем аресте. Судья приняла решение продлить арест на два месяца до 9 июня. Напомним, Антона Шеломенцева обвиняют в получении взятки в 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. Больше чем на триллион рублей в Алтайском крае впервые за долгое время произвели товаров и услуг. Это новый рекорд экономики региона и один из главных посылов заседания правительства края, на котором подводили итоги 2023 года. Какие сферы показали наибольший прирост и насколько в среднем увеличились зарплаты населения в сюжете Данила Кузнецова. Главный итог 2023 года для Алтайского края – новая планка валового регионального продукта. Она превысила триллион рублей. Этот рекордный показатель обсудили на заседании правительства, посвященному социально-экономическому развитию региона. И его очередное достижение – зарплаты жителей края. Их прирост, говорят собравшиеся, составил в среднем 17%. Главная роль в этом вопросе отводится промышленности, где индекс показал 105%. По предприятиям обрабатывающих отраслей средняя заработная оплата увеличилась на 24,5% и превысила 51 тысячу рублей. Максимальный прирост зафиксирован в производстве одежды и выпуске готовых металлических изделий плюс 41%. Другие немаловажные сектора экономики тоже неплохо развились и окончательно освоили новый рынок сбыта. Вследствие чего увеличился и объем изготавливаемой продукции. Речь в первую очередь о фармацевтике. Ее производство выросло примерно на четверть. Стоит отметить, что оно три года подряд демонстрирует стабильное превышение плана более чем на 10%. Что касается пищевой промышленности, то индекс дошел до отметки в 109%. Общий выпуск пищевых продуктов превысил уровень 2022 года. Индекс производства составил 109,1%. Опережающая динамика производства получена в мясной промышленности – 118%, рыбной – 120%, масложировой – 127% и в производстве прочих продуктов. А вот сельхозпромышленность в прошлом году, откровенно говоря, не блистала – 93%. Притом чистая прибыль алтайских сельхозпредприятий по итогам 2023 года снизилась почти в два раза. Причины логичные. Цены на культуру с конца весны упали. Подкачали также растеневодство и погода. До середины лета была долгая засуха, а во время уборочной обрушились дожди. В прошлом году в Край собрали 4,5 миллиона тонн зерна сельхозпредприятия. Это на 20% ниже предыдущего года рекордного и на 10% ниже, чем средние пятилетние значения этого объема. По объему производства сферовой пшеницы, овса, гречи, халатайский край сохранил лидерство в среде регионов России. В целом, овалом производства зерновых, зернового культур занял девятое место. Площадь посевной территории в этом году останется примерно на том же уровне – почти 5,5 миллионов гектаров. Не исключено, что аграрии могут увеличить объем посаженной яровой пшеницы, овса, чменя и масличных. Притом, приоритетными задачами в этой сфере для Края остаются машиностроение, селекция и генетика. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайские аграрии уже открыли новый полевой сезон. Первым старт весенней кампании дал Угловский район Края. Там приступили к обработке почвы. Техника вышла на поля с многолетними травами. Сейчас главная задача – максимально сохранить влагу в почве. Для этого разрушают капилляры в грунте, благодаря которым жидкость быстро испаряется. Таким образом, в одно из хозяйств Угловского района уже обработаны первые 350 гектаров. Подобное выборочное барнование участков, предназначенных для весеннего сева, в ближайшее время начнут проводить и в других хозяйствах района. Начинающие радиотехники со всего края Кемеровской области в течение трех дней будут соревноваться в умении владеть паяльником и собирать электросхемы. По мнению организаторов краевого конкурса, с каждым годом растет детский интерес в сфере и сложность заданий. Подробнее в сюжете Дарьи Ярошиной. Видим сейчас падение напряжения на светодиоде. Видим напряжение на транзисторе. Дензин стареет, то есть все в норме, все соответствует рассчитанным, расчетным данным. Правильно смонтировать такую схему по сложности уровень первокурсников технического вуза, в котором и проводится конкурс радиотехников для детей от технопарка «Кванториум-22». Организаторы признаются, в этом году задание требует от конкурсантов действительно высокого уровня профессионализма. Здесь вход датчиков, которые управляют мощной нагрузкой. Здесь в качестве нагрузки могут быть нагревательный элемент, электродвигатель, какая-то осветительная арматура. То есть можно фотодатчик поставить и управлять, допустим, электрической лампой. Разработчик печатной платы для конкурса считает ее сложной. Она универсальна в применении и относится к элементам промышленной электроники. Но вместе с тем, зная теорию и ГОСТ, и смонтировать такую плату сможет ребенок. Вообще суть всего соревнования – это правильно спаять плату, поставить правильную формовку, ну и качественно оформить монтаж. Задачи мы немножко каждый год смещаем их в сторону усложнения практической части. Это неспроста. То есть у ребят с течением времени замечено, что повышается интерес к именно физике, к предметам прикладным, ну и в том числе к радиотехническим дисциплинам. Кроме того, нужно смоделировать электросхему в программе компьютера и пройти теоретический зачет. В теории нужно знать полностью весь курс физики плюс элементы из вузовской программы. На практике школьники могут обойтись специальными знаниями, необходимыми для конкретных задач, если применять свое нестандартное мышление. Скорее всего, теория – это самый сложный элемент, потому что даже дети, которые приходят, они, ну не все могут. Пайка как бы, ну относительно все равно легче, но даже ее тоже надо уметь правильно производить. То есть не имея навыков, даже взрослые люди, как сказать, которые паяльник в руках ни разу не держали, дай им попаять, они не смогут этого сделать. Хотя кружков по радиотехнике в крае немного, на конкурс съехались представители не только Барнаула, но и нескольких других районов. Всего 28 участников. Отмечу сразу, что ребята, увлекаясь таким интересным видом технического направления, ну они на порядок отличаются, например, от тех, кто этим вообще не увлекается, ну неинтересно. Особую ценность конкурса организаторы ведут в том, что это не только развивает профессиональные навыки в раннем возрасте, но и мотивирует школьников продолжать заниматься дополнительным образованием, не бросая дело на полпути. Награждение победителей состоится 10 апреля. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Лучшие представители алтайских сырозаводов собрались, чтобы состязаться в демонстрации профессиональных навыков. На днях в Барнауле прошел конкурс «Мастерства лучшей по профессии» в номинации «Мастер сыродел». Конкурсантов ждало два этапа состязаний – проверка теории и выполнение практического задания. Требовалось, в частности, изготовить идеальный образец сыра российский, который производят практически на всех алтайских сырозаводах. Сложность состояла в том, что продукты мастера готовили не на автоматизированном оборудовании, а в ручном режиме в небольших сыроизготовителях. Итоги конкурса подведут через два месяца. Именно столько нужно для созревания сыра. Торжественное награждение победителей с вручением премии состоится в октябре. А у меня на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну, а далее о погоде. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова